СВЯТОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 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 СПАСИБО, НЕ НАДО! Короче, очередная убыточная стройка И вот теперь ребята из Газпрома говорят А дайте-ка вы нам еще 14 миллиардов Только уже долларов Мы тут очередную аферу мутим Оно как у хабазину клепаем Шеф, все пропало, все пропало Гипс снимают, клиент уезжает Я убью его На самом деле, вы знаете, так и хочется сказать Ну сколько еще раз нужно облапошить русского Ваню Чтобы он наконец понял Все стройки века, особенно в России Затеваются с одной единственной целью Освоить бюджетные бабки Что будет с этим проектом дальше? Ребятишкам, которые такую кучу денег осваивают Совершенно наплевать Они не собираются развивать проект И работать с ним после Потому что это очень долго, геморройно И там действительно придется работать А это уже не для россиянского олигарха Привыкшего делать деньги Не зарабатывать, делать Это разные вещи А это реальная журналистика Бойтесь донайцев Дары приносящих Тема сегодняшнего выпуска Поехали! Дорогие друзья, я не часто это делаю Но в данный момент мне, наверное, и не хочется Оставаться равнодушным Предысторией послужило недавнее знакомство С одной женщиной, которая возглавляет Общественную организацию «Солнечные дети» Есть особые дети Дети с синдромом Дауна Кто-то их считает инвалидами Но факт остается фактом Они уже есть Их огромное количество А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают Этим людям помогают те Кто сами прошли через нечто подобное Методом проб и ошибок Придумали и внедрили нужные методики Каждый год рождается вот сейчас Около 30 детей Когда организация только появилась Это была цифра около 60 То есть, получается, больше 40 детей Оставались в детском доме И только 15 10 детей оставались в семьях Вот с ними мы начали заниматься Самое первое, с чего мы начали Это ранняя помощь То есть делились опытом наши иностранные коллеги Мы смотрели маленькие ступеньки Были такие пособия В данный момент благотворительная организация Солнечные дети Испытывает определенные финансовые трудности Нужны новые помещения Появились дополнительные расходы По части программ Прекратилось финансирование Со стороны государства Виной тому кризис в том числе Никого ни к чему не призываю Но если сможем помочь Давайте это сделаем Реквизиты организации внизу Кстати, у меня, в отличие от пропагандистов Есть что показать вам из настоящего Есть о чем рассказать Раз о заводах-гигантах уже начали Приглашаю вас в Ульяновск Где на предприятии Авиастар Производят самолеты В мае прошла стихийная забастовка Угадайте почему? Заказов нет кризис Рабочим предложили подписать соглашение О снижении заработной платы на 50% Кто не хочет заявления на увольнение Хигуля и Вася Сейчас мы на сделке Пускай 8 часов я в день зарабатываю На что я 130 рублей в час 1040 рублей в месяц Грязью Грязными 17 рабочих 17 тысяч без премии Я чем семью буду кормить? Вот она, господа, реальность Почувствуйте разницу Тут на действующих-то заводах Людей зарплаты сокращают А вы в какие-то сказки О будущих рабочих местах верите Кризис это не грибной дождик Там не прокатит Да сейчас уже закончится Кстати, если кто-то думает Что ему удастся избежать проблем С кризисом связанных Зря вы на это надеетесь Экономика штука сложная И наука точная Там не бывает Что вот здесь посыпалось А тут нет Это огромный маховик Работающий по принципу домино Свалилась одна костяшка Падают все остальные Вопрос времени Когда упадет именно ваше? Но то, что упадет, это железно А им? Им все равно У них уже на 33 жизни Припасено там и детям И внукам, и правнукам Хватит Вот только что есть у тебя? Очередные пустые обещания, верно? Росказни о светлом будущем Которое уже не за горами И так всю жизнь А в Госдуме снова проявляют Заботу о гражданах На сей раз отличился Некто депутат Валерий Селезнев Который предложил уже с мая Отменить мораторий на штрафы За неоплату услуг ЖКХ Напомню Когда мы все вместе Оказались в неприятной ситуации Под названием Самоизоляция Нам, по сути, запретили ходить на работу Посадив под домашний арест Премьер Мишустин В качестве хоть какой-то поддержки населению Подписал постановление Запрещающее начислять пени За просрочку по коммуналке До конца года данное постановление действует Но на самом деле Денег у людей и так впритык Тут бы хлеба купить А коммунальщики не разорятся Если им чуть позже платеж отправят Отдельные отрасли вроде ресторанного бизнеса Например, вообще убытки несут Ежедневные Ничего не зарабатывают А аренду платят Коммуналку ту же Да много чего А эти нет Продолжают получать Им и кризис, не кризис И пандемия, не пандемия А просто денюжка с задержкой придет Так ведь нашлась какая-то шкура Которая согласилась пролоббировать Такую бессовестную инициативу А давайте я вам это Крупно покажу Дабы запомнили Валерий Селезнев Фракция ЛДПР Избирался по партийным спискам От Дальнего Востока Чукотки Якутии Другим новостям В Сиэтле начинается суд Над Романом Селезневым Сына депутата Российской Госдумы Валерия Селезнева Обвиняют в причастности К хакерским атакам И финансовым махинациям Ну и чтобы не на грустной ноте А вы в курсе Что объем антикризисной программы Поддержки экономики Превысил 3 триллиона рублей Не я придумал Глава Минэкономразвития решетников Сообщил на Медне Осталось только найти ответ На вопрос Куда они девали эти деньги Чтобы вы понимали Сколько это Да нам пенсионный возраст Подняли как раз Из-за 3 триллионов Которые не знали Где взять А ведь тогда Никакого кризиса не было Зато сейчас Прям бабки нашлись За полтора месяца В условиях полного Алиса Кому вы парите мозги Господин Пустамеля Честно Ну сейчас очень хочется Матом в сторону Этого болтуна решетникова Высказаться Поэтому я лучше откланю И чтобы не поддаться эмоциям Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Ссылка на YouTube Страничку сверху В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте С темы предлагайте Под ними мы обсудим А я за всем спешу Откланяться пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok